Евгений, давайте расскажем, кто это, что за костюм, какой род войск представляет и что за вооружение. Перед нами находится мушкетер иноземного строя, солдатского полка. Что же на нем мы видим? На голове шляпа, фетровая шляпа. Она спасала голову от зноя, от жары, от дождя, от влаги. Так, Евгений, вопрос про шляпу. Вот смотрите, вот этот залом, ты смотришь опять же в кино, у кого-то вот так, да, это арамис какой-нибудь, у Д'Артаньяна так, у Портоса вот так. Шляпы в 17 веке носили как хотели, кому как было удобно. Поля могли отстегиваться, которые очень хорошо спасали от дождя. Да, дождь стекал по шляпе, получался большой зонт. Но шляпа несла еще и функциональные признаки, особенно для мушкетеров. Сейчас мы можем это продемонстрировать. Есть еще немножко желающие, кто хочет приверить на себе обратную силу? Заряжай. Кто еще? Давайте. Прикладывайся. Смирей, смирей, смирей. Сельс. Открывается полка. Убирается голова, лицо. И прикрывается от искр шляпой. А, то есть залом на шляпе зависит от того, с какой руки мы стреляем. Когда мушкетер стрелял, могло залом вот так вот закрываться. И прекрасно закрывал глаза от искр, чтобы мне не выбило, соответственно, не выждало глаза. А если вот так вот, то это вот Портос отчаянный человек был, и искр не боялся. Очень отчаянный был человек. Стрелять было так, так же можно. Когда производился выстрел, обычно убирали, могли убирать голову. То есть пули летело в ту сторону, и этого было достаточно. Когда стоял строй мушкетеров, там человек 50, 100, пули летели все в одну сторону. То есть, подождите, убирал голову, а прицеливание? Прицеливание было очень минимальное в то время. Тогда работали именно большим строем. То есть 50 мушкетов стреляли в одну сторону. Шагов на 50, на 100 это было достаточно.